Ну, зачем? Россия и Прибалтика. А зачем Россия и Украина? Может быть, вы там перейдете в Польшу или в Германию. Зачем Россия и Украина? Да. Ну, потому что мы один народ хотя бы. Вы это кто? У вас Россия многонациональная страна. Буряты, чеченцы. Какой это один народ с украинцами? Здравствуйте. Здравствуйте. Вы откуда? С России. Город. Ну, не важно. Это важно. Интересно просто. Я из Юрмалы, Латвия. Ну, я вижу, что. А о чем вы говорите тут? Я у людей из России спрашиваю, что они знают про Латвию. Ну, это бывшая республика Советского Союза. Мы жили, кстати. Но мы жили в Литве. А где? Шауляй. Шауляй знаю, да. Шауляй, да. В Риге, я не знаю, кто-то. Может, мои родители были в Риге, но это, знаете, это еще в советское время. Конец, наверное, в 80-х годах было. Понимаешь. Что еще знаете, получается, о Латвии? Ну, я не знаю о Латвии ничего. Я знаю про Литву. Но про литовцев, что хороший, честный и очень трудолюбивый народ. Вот что я могу сказать про литовцев. Про латышей я ничего не могу сказать. А что я могу сказать? Я никогда не видел. А как вы в России относитесь к тому, что Латвия, Литва, Эстония, они вступили в НАТО? Ну, что им еще оставалось сделать? Это у вас там? Это на Ютубе включилось. Да. С предыдущим ролик показывал. Так, и что? Спугались? Да. Я знаю, что как-то у вас с литовцем как-то что-то, не знаю, как это, не понимали, что там как-то... Все нормально всегда у нас с литовцем. А что у нас было не отрегулировано с литовцами? Ну, как-то не... Лошадними головами вас называли. Ну, вот. Так где вы такое слышали? Ну, там, что знакомые там оставались, там жили, там люди как бы... Ну, это может быть, это просто бытовуха, может быть, знаете, как бы такое. Впервые слышу, чтобы у нас с литовцами были какие-то терки. Да. Сколько у вас коммуналка сейчас? А что все россияне про коммуналку спрашивают? Ну, как вот там вообще? Нормально. Такое ощущение, что вы, короче, в России фьюзерплату отдаете на коммуналку. Для вас коммуналка, это такое ощущение, что это все? Нет, ничего. Ну, маленькую часть только. Ну, так какая разница с клиентами? Я знаю просто, что у вас евро. У вас все в евро. Ну, те знакомые, которые к нам приезжают, допустим, в Россию, это еще там лет 10 назад, они как бы, ну, правда, матку-то говорили, там, как там, что там, все по счетчикам, все строго. А у вас не все по счетчикам? Ну, допустим, по счетчикам я 400 рублей заплатил за месяц. Не, ну так у вас тоже все по счетчикам? Да, ну так, понимаете, разница-то разная, сколько платить там, 400 рублей или там 100 евро или 200 евро, сколько вы там платите, это есть разница или нет, как вы считаете? Еще раз, за что вы заплатили 400 рублей? Ну, по счетчику, вы сказали, да. Вы за свет, за газ, сколько вы заплатили? Это, ну, по-разному, в разные месяцы, по-разному, там, 400. Это за что? За свет, за газ, за воду? Да, я говорю, это, это электроэнергия, это, это газ, это вода, холодная, горячая вода, вот. Коммуналка, это отдельная, ЖКХ, там, типа, за отопление, за... Ну, и у нас, ну, блин, за воду, сколько воды я использовал, столько и заплатил, свет, газ... Вы в начале разговора сказали про НАТО, вы рады, что вы вступили в НАТО? Да, на нас, теперь вы на нас не нападаете, как на Украину. А зачем вы нам нужны? Не, не знаю, зачем вам Украина нужна? Ну, это немножко другое, Латвия. А чем Украина другая? Ну, там немножко другая история совершенно. Ну, что вам рассказывают? Вот вам постоянно что-то, кто-то рассказывает, все это прекрасно знаете и сами. Не знаю. Что вы называете? Да ладно, что вы. Я считаю, что то же самое, россияне мне говорят, что мы все бывшие республики должны вернуться в СССР. Ну, зачем Прибалтике? Ну, зачем Россия и Прибалтика? А зачем Россия и Украина? Может быть, вы там перейдете в Польшу или в Германию? Зачем Россия и Украина? Может быть, да. Ну, потому что мы один народ хотя бы. Вы это кто? У вас Россия многонациональная страна. Буряты, чеченцы. Какой это один народ с украинцами? Я говорю, что мы русские и украинцы, мы один народ. Так у вас, Россия, это не страна русских. Это страна всех. Там 666 национальности. Ну, русские, это титульная ладность. Нет, нету такого. У вас в Конституции нету титульной нации, не надо рассказывать. Вот ваш ООН там что? Еще раз, еще раз, смотри. Открой, открой Конституцию. Открой Конституцию. Нет, открой Конституцию Российской Федерации и найди там, что это государство русских, что титульная нация русских. Нету такого ни слова. Ну, мы Россия, они все. Там, скажем, многонациональный народ Российской Федерации. Вот так сразу. Отлично. Никаких русских там нету. А сколько сейчас? Еще раз, еще раз, смотри. Давай так. То смотри, как же вы с украинцами один народ, если вы многонациональная страна? Татары, чеченцы, башкорты, якуты, сахада, буряты. Хотите сказать, что украинцы не живут в России? Украинцы и в Германии живут. Ну, то есть в России не живут. Ну, в Германии живут. А что, тогда это один народ? Ну, если к нам они приезжали 8 миллионов, извините, работают. Подождите, если, если, еще раз, если таджики, сейчас 3 миллиона таджиков в России, да? Вы один народ? Нет, конечно, нет. А украинцы, значит, из-за того, что приехали один народ, да? Поэтносу не то, что приехали. Еще раз, смотри, еще раз. Россия это страна какого народа? Мы россияне, мы все россияне. Во, вы россияне. А мы латыши, а они украинцы, да? Вы не один народ с украинцами, вы россияне. Нет, этнические, я говорю, что этнические. Вы уже развеете демагогию какую-то. Еще раз, еще раз. Россия это этнический, какая страна? Погодите, я вам говорю про славянские народы. Россия это славянская страна или не славянская? Славянская, да. Нет, Россия это многонациональная страна. Там есть славяне, тюрки, финно-угры, монгол, монголско-бурятские и так дальше. Титульная нация кто? Нету титульной нации, у вас нету. Что же вы лжете? Покажите, смотри, если у вас есть титульная нация, покажите, да, в Конституции, что у вас указана титульная нация. А вы покажите, что вы латыши, что это за народ. Еще раз, еще раз. У вас в Конституции нету понятия титульная нация. Вы произошли. У нас в Конституции Латвии написано, что это государство латвийского народа. Латыши, это что, народ? а у вас а у вас да получается у вас нету у русских нету своего государства русский как они люди без государства живут в разных и живут в разных государствах например в россии в украине в латвии в германии также и русские они живут в разных государствах в россии в латвии в украине в германии русский до учится у чеченцев есть свое государство чеченская республика у 축и чайская республика страна убурят есть свое государство откройте откуда откройте конституцию чечне откройте часть будьте у бурятие-татарстаны посмотрите первая статья что это демократическое государство но уж вот еще нет давайте я вам сейчас открыть смотрите давайте сейчас возьмем давайте от конституцию например бурятии вышли читали вы не знаете про свою страну ничего конституцию любой республики россии возьмете и вы офигеете так конституция республики бурятия читаю 1 1 статья я смотрел адыгею также типа я просто юрист по образованию конституционалист поэтому мы это изучаем вот конститута республики бурятии статья 1 республика бурятия есть демократическое правовое государство субъект российской федерации государства не правда государств еще раз еще раз читаю еще раз читаю республика бурятия есть демократическое правовое государство запятая субъект российской федерации это же как вот как евросоюз Евросоюз это тоже федерация, там разные государства Польша государство, Франция государство, они все входят в федерацию в Евросоюз Что значит слово федерация? Ну федеративное устройство Федерация это союз по-латыни Так вот смотрите Дело в том, что Российскую федерацию составляют разные государства Например, государство Бурятия Там нет такого государства Где? Еще раз, я тебе Слово государства, в конституции Республики Бурятия Я тебе прочитал Республика Бурятия, демократическое правовое государство Вот открой Открой, вот если ты думаешь, что я обману Ну что дальше? Что Татарстан государство, Бурятия государство Республика Адыгея государство Это отдельное государство А у русских нет своего государства Округ у нас даже, еврейский Еще раз, а у русских нет своего государства Вот Бурятия государство Татарстан государство Это все наше государство Причем Нет Какие проблемы? А зачем что-то, а чего-то делать? Где есть Русская республика? Так это все Россия Это мы Нет, нет Российская федерация Это федерация разных государств и субъектов Вот и все Давай Посмотри Вот вы европейцы, да? Вот смотри дальше В первой статье, да? Вот Республика Бурятия имеет свою конституцию Законодательство Гражданство Государственные символы Территорию Государственные языки Систему государственной власти И местное самоуправление То есть Бурятия Это полноценное государство Нет Вы кем себя считаете? Европейцы Прочитай, прочитай Ну реально, смотри Ты понял, что подгорел, да? Ты понял, что я тебя загнал в угол, да? Потому что У вас русских нету Своего государства, да? Вот У бурятов есть Давайте посмотрим дальше Там Республика Адыгея Конституция Республики Адыгея Открываем И сейчас Смотрим Первая статья Там будут то же самое Да Так Сейчас Загрузится У меня с ВПН Конституция Республика Адыгея Так Раздел 1 Республика Адыгея Адыгея Является Демократическим Правым Государством В составе Российской Федерации Все Снова Государство То есть Ты не понимаешь Вам Запудрили Мозги Вы даже Не посмотрели Свою конституцию Конституцию Субъектов Российская Федерация Это Не как Например Украина У нас есть Области Это все Одна страна У вас В Россию Входят Разные Государства Бурятия Это государства У них Есть Своё Законодательство Своё Государственные Символы Свой парламент Свой Руководитель Государства Татарстан Государство Республика Адыгея И эти Государства Сделали Союз Российскую Федерацию То есть Так же Как Например Европейский Союз Есть Например Польша Германия Они Некоторые Функции Отдали Центру Да То есть Так же Как Вот Москва То есть Есть Государство И Есть Москва Просто Москва Она Перетянула На себя Больше Полномочий Так Вот Если Мы Смотрим Этот Евросоюз Да Там Демократическое Объединение Российская Федерация По сути У этих Государств Незаконно Да Отобрали Часть Функции И Забрали В федеральный Центр Я не понял Что У кого Отобрали У этих Государств Москва Да Москва Отобрала У этих Государств Часть Функции Смотрите Путин Да Постановил Указ Чтобы В этих Государствах Не было Президента Чтобы Назывались Эти Как они Должности По другому Татарстан До самого Последнего До прошлого Сопротивлялся Заставили Татарстан Тоже Изменить Должность Татары Хитро Переименовали Переименовали Эту должность В РАИС Это по Арабски Типа Руководитель Так вот Мы Что мы Имеем Мы Имеем Что Российская Федерация Это Союз Разных Государств И Субъектов Вот В Этом Союзе Есть Разные Государства Бурятов Государства Чеченцев Государства Татар Но Нету Государства Русских Смотрите Был СССР Да Смотрите И Товарищ Латыш Адвокат Я вам Скажу Так Был Советский Союз И Латвия Это Часть Советского Союза И То Что Было Сделано В 91 Году Это Был Абсолютно Нелегитимно И Поэтому По Всем Нормам И Законам Вы Как Латвия Часть России И Причем Тут Россия Смотри Еще раз Значит Совет Что Такое Советский Союз Объясняю Советский Союз Входило 15 Разных Государств Еще раз Латвия Была Отдельным Государством Украина Была Отдельным Российская Советская Федеративная Социалистическая Республика Была Отдельным Государством В Советском Союзе Было 15 Разных Государств Понимаешь Вы Часть России Вот и Все Нет Еще раз Ты путаешь Смотри В Советском Союзе Была Была РСФСР А была Латвия Правда Была Латвия Смотрите Кто 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 Был Руководителем России Кто Был В Советском Союзе Руководителем Российской Федеративной РСФСР Ельцин Вот Советский Союз Руководил Горбачев А в каждой Стране В каждом Государстве В России Был Руководитель Ельцин И так Дальше Что Вы Лапшу Бешите На уши Какое РСФСР Вы что Стоп Ельцин Чем Руководил Не понял Российская Советская Федеративная Социалистическая РСФСР Кто Был Первым Президентом СССР Был Горбачев Еще Раз Ельцин Был Руководителем Верховного Совета Российская Советская Федеративная Президентом В России После Чего Еще Раз Смотри Давай Так Какие 15 Республик Входили В СССР То есть Я должен Перечислить Вот Скажи Мне Была Российская Советская Федеративная Социалистическая Республика Входила Была РСФСР Кто Ее Возглавлял Перед Развалом Советского Союза Не Было Там Никаких Ельцин Нет Глава Еще раз Глава Республики Был Союз Понимаете Что Это Был Советский Союз Поэтому Латвия Еще Еще раз Смотри Боже Какой Просто Какие Они Так Это Ремарочка Была Мужик Извин Хотя Не Извин Я пошел Смотри В Российской Советской Федеративной Социалистической Республики Была Своя Конституция В Украинской Советской Социалистической Республике Была Своя Конституция Было Своё Руководство Каждой Каждой Союзной Республики Каждой Союзной Республики Была Отдельным Государством У них Была Своя Конституция У них Был Своя Свой Парламент И Эти 15 Государств Входили В союз Разных Государств Товарищ Латыш Республики И Что Что Такой Республика Советских Социалистической Республики Что Такой Хорошо Если Республика Это Не Государство Так Товарищ Латыш Я правильно Хочу Понять Республика Это Не Государство Это Республика Другое Стрость Товарищ Хорошо Вот Китай Вот Сейчас Есть Китайская Народная Республика Это Не Государство Это КНР Это Государство так республика ну как это было объединено вообще подожди то китайская народная республика раз республика значит они государства то что ты говорил ну государство да то почему украинская советская социалистическая республика это не государство а китайская народная республика это государство ну так сделал ленин я не делал еще раз давай давай откроем тебе конституцию чему идете ваши дни сочтены а вы это давай я тебе сейчас откроется давайте ну дальше украинская советская социалистическая республика сейчас посмотришь да почему что угнетаете русских людей ваших латвии а что вы нам сделаете давай кому нужны понимаете как вот смотри конститута украинской советской социалистической республики первая статья украинская советская социалистической республики есть социалистическое всенародное государство которое выражает и так дальше было государство и ты возьмешь конституцию каждой республики советского союза там было сказано что на государстве а теперь про нас латышей мы латыши своей латвии будем делать то что считаем нужно мы считаем что тут нужно развивать латышский язык открывать латышские школы ставить памятники латышским национальным героем и не спрашивать об этом никаких никаких у ваших героев эти пожалуйста вы живете в россии и не ваше дело что мы будем делать в латвии кого чтить какие языки изучать каких писателей и поэтов ставить памятники вы смотри вы русский разберитесь сделайте свое хотя бы русское государство и в нем тогда разбирать у нас уже у вас нету русских нету государств есть у чеченцев государства у бурятов есть у татар у русских нет есть разные области которые всех да например таджиков чеченцев азербайджанцы всех кто там проживает русские республики до сих пор федерации русский где в том что русский как от нас не созрели к созданию государства на территории где проживают русские государства всегда делали либо немцы на вот либо украинцы либо монголы кто-то им организовал государство потому что русский как от нас находятся еще на стадии до государственного развития рода племенных скажем отношений русские не так давно вышли из состояния первичной первичной общинного лада строя русские на тех территориях вот этого залезия еще как геродот писал были племенем андрофагов которые занимались людоедством и сейчас сейчас идет цивилизованное общество до древние персы таджики древние балты латыши древние славяне-украинцы да они несут в этим русским они несут свет обучает и научили мыть руки до вашей предки да еще посмотрите еще сто лет назад с сами ходили ленин когда пришел к власти он что сказал нужно победить в шее потому что вся россия ходила вшивая потому что педикулез до идти в был короче одним из большим быть бичей не зависая мне такая я должен тебя пропрограммировать дальше разве на хорошей позе он звезд к товарищ латыш смотрите еще раз подрезюмируем как они не были латыши в этом ты в этом ты вы должны незаконно вышли бы часть россии а вы там через школы памятники язык как они ненавидят всех кто уходит в свободную и богатую жизнь латыши литовцы эстонцы оторвались от советского союза одними из первых на смогли бегом интегрироваться в западные западное сообщество и живут лучше лучше чем вот эта россия они начинают всегда сравнивать страны балтии с европы что вот люди оттуда выезжают в германию потому что там бедность не там бедность просто в германии богатство просто те страны которые были в совке они были бедны из-за этого совка и когда люди вырвались из этого герма они стали развивать если мы смотрим латвия литва эстония живут сейчас лучше чем россия лучше чем украина беларусь и и так дальше потому что они быстрее пошли в западный вектор развития быстрее да они живут хуже германии и британии потому что они отстают а на лет сто из-за вот этой российской империи советского союза а эти территории еще больше отстают потому что совок держал людей в бедности держал в безысходности если бы в совке можно было уезжать люди были совка еще тогда бы уехали да никого там не осталось поэтому когда русские говорят что уезжают и же конечно уже из стран всегда люди едут какие-то более богатые страны ищут лучших экономических условий это нормальный процесс он растянутый исторически во времени да но если советский союз сделал барьер 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 такой железный а потом этот барьер прорвал конечно это пошло так же как в селах держали держали насильно людей в селах не выпускали потом советский союз рухнул да и все спокойно начали переезжать в города резкий всплеск на недвижимость да почему пошел потому что стало не хватать в городах жилья потому что вот это процесс урбанизации который должен был проходить постепенно да он рванул из-за того что его сдерживали таки тут и россияне они вместо того чтобы думать как самим быть богаче как вот он не думает как мне сделать чтобы у меня зарплата минимальная была такая как в эстонии в латвии в литве он не думает как сделать чтобы скажем уровень жизни был он думает коммуналка вот коммуналка такое ощущение что они за год они когда всегда говорят про коммуналку у них такое ощущение в голове что житель европы получает зарплату выплатил налоги и остальное все дал за коммуналку и сидит сосет лапу ничего кушать и проблема не в том что они вот такие бедные и проблема в том что они хотят в свое вот это болото затянуть других дэвэл осве мы вернем вас не незаконно выше украинам и один народ не вселяются такие потому что если вы развиваетесь если вы крутые наоборот с вами хотят дружить с вами хотят интегрировать и если мы смотрим да там тот же самый европа там это германия британия франция они развиваются все хотят с ними бы они уже думали не давайте мы вас него почему евросоюз да мы еще просимся в тот евросоюз давайте давайте нас берите они не подождите давайте вы сначала сделайте такие реформы такие такие да то есть видно что она нам нужно мы хотим туда потому что там определенные стандарты и евросоюз уже высказывает какие-то условия а раз в россии наоборот у них так хорошо хорошо но никто к ним не хочет и они силой всех затягивают что же это такой за рай что туда нужно тянуть силы давайте лайк подписка комент подпишись на мий инстаграм я не знаю для чого це тобі для чого же тобі там дивитесь на осте мій фейс але для тебе це один два або три кліка але ти підтримаєш мене і я буду крутат вау мене там купа фолловерів і в мене буде класний настрій щоб робити нові круті відео підпишись на мій инстаграм попок андрій атак давай ясно бачка